Ваграндстория на ваших экранах, и это автоматически поднимает настроение на высочайший уровень. Давайте продолжим интересную, но опасную миссию странника Эшли, друзья. Мы с вами попали в заброшенные шахты, а если быть точным, в брошенные шахты 2. И сейчас, находясь в зале сговора, мы пойдем с вами далее. Так, я вооружился тупым оружием, потому что искусство у нас на него пока только одно. Костолом, вот, добываю. И здесь оно неплохо подходит против тех врагов, которые нам встречаются. Где-то открылась дверь, так что надо поторопиться. Я бы, наверное, в первый раз не стал торопиться, лучше бы потом опять активировал это время. Причем нам выдали аж 2 минуты до татья, то есть это где-то далеко. И пока мы хорошо не исучим локацию, мы даже не можем знать, куда нам бежать. Так, по рукам надавал. Но жизни у них нормально так. Плетеные по ноже. Можно пролечиться. Не знаю, стоит ли сейчас снижать риск. Возможно, стоит. Поэтому Сделаем это. Так, он прибавил к огню себе. Это не пошло. А по этой руке тоже не пошло. Ладно. Оставайся пока здесь. Ничего себе, он несколько раз не слабо, не слабо. Так, на карту посмотреть. Мы же помним, что у нас вот там еще был вход. Возможно, соединим. Тоже тупое оружие отлично против этих желе подходит. Потому что режущим и колющим мы их будем на одну единицу дамажить. Сейчас был промах. Кислотный чик. Неприятно, конечно. Здесь ловушка очищения. Возможно, сейчас опять придется применить снижение риска. Тут покрепче. Да и жизни у него побольше. Сейчас полечимся. Раз уж у нас риск поднят до 50, я снижу тем предметом, который выбирает 50 очков. Так. О, свиток молний. Надо его еще сделать. Мы же получили его от этого фантома. Не знаю, как он на него сработает. Сейчас узнаем вместе. Расскат грома. Узнали. А Эшли изучил заклинание Расскат грома. Так, клубень маны это замечательно и прекрасно. Так как мана у нас быстро кончается и пополнять ее стоит как раз вот этих редких клубеней большое количество. Так, снова вы. Что у нас по карте? Может быть пробежать? Здесь развилка. Карта так повернулась, что мы видим теперь тот выход. Можно сходить к нему. Мы находимся на кровавом перекрестке с вами. Хороший урон был. Сейчас. Где? Ага, вот куринь истины. Лечимся. Лечимся. Он наступил на ловушку. Так, это наверное будет не очень эффективно. Давайте просто побежим дальше. Ух ты. Комната с платформой. Когда первый раз то тяжело понять. Ох. Хе-хе. Так. Так. Туда меня отвезешь или туда не ездишь? ездит. Хорошо. Где мы? Да, мы похоже в правильном направлении. Только угол, пожалуйста, да, сделайте. хотя 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 еще непонятно до конца. Нет, видимо. Видимо. Сюда нам надо. Ну ладно, посмотрим потом, что здесь хочу соединить. карту. Карту давай, давай, лети сюда. Интересно работает платформа, такая у него своеобразная траектория. босс. Босс. Интересный раздутый дядька. Так. Он сказал дуло, и потом его раздуло. Это фантом. Видимо, фантом земли. Сейчас мы по рукам пару раз дадим. Урон хорошо так проходит, что я даже не делаю никаких там усилений. Я думаю, он очень быстро сейчас отдаст концы. Правда, очень быстро. Сдулся. Интересно, что он такой раздутый. Он как бы должен быть мягким, воздушным, а он раздутый, но тяжелый, когда падал такой как странный. Странные свойства у него несочетаемые какие-то. И это классно. Это необычно, друзья. Так. Это мало. Взять уже плюс пять наверное нет. сила плюс три. Пойдет. Свиток терры. Гримуар, содержащий заклинание грави-удар. Создает гравитационную аномалию вокруг цели. у нас тайминг все еще идет. Где мы? Да что ж такое? Я конечно вижу, что риск восемнадцать, но не настолько же все плохо. еще разочек надо. Смех феи это хорошо, но у нас есть противоядие. Мне нравится как прорисован каст противоядия. красиво, красиво, друзья. Хохотило. Предупреждать надо, что вы тут наводнили комнату. Эшли успел. Значит нам нужно было бежать сюда. я не знал об этом и как-то так получилось все правильно. Так, не пойму, что дверь закрыли, что ли? Так, что тут все так плохо-то? И кто ты? А, ты ящер. Ну тогда самое время поставить режущий урон. Наша гизарма. Ну давай. давай. что у нас по жизням нормально. Пробуем его уработать. не пойму, почему постоянно мина у нас в последние разы, когда я на восстановление жизни ставлю контр-удар, надо посмотреть, что там вообще. Может, поменялось что-то. так, мы можем достать до него медвежьим когтем. так я и думал. Снизим риск. Мы видим две тени. Конечно, сдалека. и опять мимо. Вообще непонятно. Ну, давайте взглянем. Правильно, огнестойкость снижает урон на 50%. Почему не сработало? Как вот эта вот штука. Может быть, у нас стоит какой-то предмет, который это блокирует. Но сейчас выяснять это тоже не лучшее время. Нас будут бить. Налезай. Поймаем их сейчас. Я только снял эту гадость с себя. что-то у меня с ними не идет. очень туго идет. Паралич это очень плохо. Так, теперь не сможем атаковать. Искусства тоже недоступны. только лечение. Отмена ловушек. Снимем паралич все-таки. Долго ждать. под таким углом стоит наш герой, что к сожалению, друзья, мне очень неудобно делать комбо. но все-таки этих нетопорей надо вынести, добавить вверх, наш бестиарий. Далеко заразы. Можно проанализировать, посмотреть каким оружием лучше их бить. Непонятно сколько жизни еще у них. Так, ну одного вынесли уже проще. о, не мимо. Значит, все-таки работает, значит, это просто так не везло. Ну, наконец-то. Ходная комната получилась. Я увидел там наверху каменный блок. Здесь дверь заперта с другой стороны. Вот. К сожалению, друзья, мы не можем соединить. Может, откроется эта дверь какая-нибудь. Эти проходы, наверное, может быть там войти надо было или позже это сделаем. Так, пришли. Сюда мы не взберемся, хотя вынести его получится так или надо ставить арбалет. У меня арбалета нет. Может, техникой. техника не может быть применена на ящик. Так. Это, конечно, обидно, что у меня нет с собой стреляющего никакого оружия. Да. А магии мы не можем. до засада. я допрыгнул отсюда туда, хотя, что нам это даст неясно. Допрыгнул. Добрался все-таки. Но здесь тоже дверь заперта железным ключом. Ничего себе. Но вот этого я меньше всего ждал. Следующий босс. Еще один дракон. И мы знаем, что у драконов лучше всего быть рядом с головой. Так. Совершенно неожиданно. Бой. И это оружие не подходит. По голове можно, но все равно будет. Так. Собеда. Надо все менять. Давайте переоденемся. Так. Ну это прям врасплох меня застало. И что я сюда лез? Может быть щит поставить? надо оружие с камнем на драконов. А я его видимо оставил в сундуке, да? Как обычно. Сейчас посмотрим. Так. Йокус против нежити. здесь в принципе эффективность атак на 20%. А то я снял. Что у нас вообще есть из камней против людей огня, воды воздуха. Воздуха. Смотрите, усиливает свойства воздуха, а это слегка усиливает свойства воздуха. Можно прям два вставить, но он у нас похож на воздушного дракона против зла. Усиливает свойства огня. на щиты хотя бы что-то экипировать. Вот это поставим. Давайте пусть от физической. Конечно, если бы я знал, что нам тут предстоит, то я бы взял нужный камушек. По хвосту не достаем. Может быть до хвоста попытаться добраться. Это очень сложно, но попытаемся. не слабо. Так, он часто атакует, но вот эти укусы это наверное самое безболезненное. Так я не понял, а почему мы хвост не можем атаковать? Вот хвост. Но все равно это неэффективно. Все, меняем оружие тогда. что там с анализом? Понятно. Да погодишь ты крутишься, вращаешься. Все сильнее и сильнее. Своего у меня так лупить? давайте кулющие поставим пробуем с ним как себе помоги если ни о чем чего? мимо? ты промахнулся лечением? серьезно? до хвоста хвоста вот это мне нравится да? так так идем пробовать тупое я уже не знаю у него ничего не работает друзья негая растерянности этот вообще тоже ничего не даст нам так что же делать тогда ставим наверное тебя и будем потихоньку помаленьку как-то все это продавливать можно на тебя навести порчу нелезя это будет долгий бой 0% кстати дракон небо да я предположил верно ловкость подняли ну вот голова по 5 урона это конечно фантастически сильно и после каждого этого замеса нам придется снижать риск снижать направо ненавเ tech ненави к ненави ненави ранее я ск ненави Так, ну это надо убрать риск. Можно попробовать еще наши техники. Мне еще так нравился этот камень, который на драконов. Думаю, ну, буду сражаться, точно поставлю, ага. На следующих прохождениях, хотя буду знать, подготовлю его. Можно выучить. Режущий, вот режущий нормально, да? Вблизи никого нет. Ты в своем уме? Изучить просто мы взяли свиток, почему-то нельзя. Гримуар, содержащий заклинание, грави-удар. Маны, что ли, нет у нас? Так. Те самые клубни ценные. Что-то мне подсказывает, что не нанесет ему урон. Ну, так, для изучения. Сделаем. Хотя, может, нанесет голова и голова. Чем отличается? Непонятно, но тут лучше. Немного дали урона, да. Безучий на грави-удар. Отлично. Пришли как-то так. Как я уже говорил, по-дурацкому. Начал махать. Что-то тяжело комбо делать. Музыка доблестная, героическая звучит. Среагировал. Ну, вот когда возвращаешь себе 50% хп после удара хвостом, то терпимо, в общем. Ой, мама. Ой, мама, не бей меня. Я, друзья, не знаю, сейчас нам на 53 единиц понижать риск. Ну, комбо хорошая было, согласитесь. Прям приятная. Так. Есть риск на 75, снижающий тоник истины. И пришло его время. И пришло его время. То есть, все лучше и лучше по голове идет. Может быть, это как-то зависит от повреждений этой самой головы. Ну, вот, учитывая, что он вблизи не делает никакого дыхания. Не свежего. Физические атаки не так страшны. В общем, странный получился бой. Я был абсолютно к нему не готов, друзья. Но мы одержали победу над вторым боссом в этой части. Так, это значит, что можно сохраняться. Долго уже у нас берсерк. Давайте уже что-нибудь вкусненькое. Нет, уже это не для нас. Вот ОМ. От этого там было ОМ плюс 4, да? Ну, это совсем мало. Давайте что-то поинтереснее. Пусть так. Печать Розы открывает дверь в Железной Деве. Хм. В Железной Деве 1. Помните эту локацию? Будем возвращаться. Свиток Деменции. Гримуар, содержащий заклинание. Энерговампир. Высасывает ОМ врага. Замечательно. И эликсир Королев. Королева давно не было. Вот. Где ты? Меня аж холодом обдало. Эй. Жив? Агент Риот? Мерлоус? Мерлоус! Где ты? Где? Это тот самый дом, да? Она там? Похоже, что это он. Но не факт. Помните, мы проходили через него? Проклятие. Еще одна печать. Здесь нам не пройти. Не волнуйся. Дверь выдержит. Обычно я оставляю стражу для охраны печати. Но эту я сделал особенно сильной. Значит, ты можешь управлять тьмой, как Сидни? Собирайся. Мы идем в Великий Собор. Он скоро умрет. Мальчик. Сын герцога. Наш почетный гость. Он робок, поэтому еще не проронил ни слова. Похоже, он к тебе привязался. Да, он не ведает, кто я такой. Почему вы захватили усадьбу герцога? Отвечай. С чего бы это? Герцог предал нас. Он хотел перекрыть наш источник после двух десятилетий тяжелого труда. Он хотел перекрыть источник. Ты? Герцог смертельно болен. Он боится кары за содеянные грехи в следующей жизни. Поэтому он стремится похоронить этот город, будто это принесет отпущение грехов. И вы стремитесь вырвать город из его умирающих рук, правильно? Ты ясновидящая? Что это за сила? Зачем? Зачем вы взяли поместье? Отвечай же! Чтобы унаследовать город, нужно иметь ключ. Только хранитель ключа может обрести силу великого гримуара. Ключ? Хранитель ключа герцог умирает. Если он не выберет преемника, то все будет напрасно. Он думает, что может прекратить деятельность Мюлленкамп, но этого нельзя допустить. Мы примем наследие, Сидни. Больше не делай так. Нам пора. Это... Это моя сила? Похоже. Вот я могу видеть событие в другом месте. Значит и в тебе проявится талант ясновидящий. Талант? У всех есть энергия, инквизитор. Но это негативная энергия, которая не должна существовать. Однако она есть, и она пробуждает скрытые силы. Это тьма? Да, что-то в этом роде. А Сидни? Он сильнейший из нас. С помощью тьмы он видит прошлое в людей. Он может внушить, что захочет. У него могут быть и другие силы. Это печально. Почему? Даже если он видит прошлое, он может утаить что-то. Как тогда это проверить? Если он может внушить что угодно, то как отличить правду от лжи? Что в этом такого? Все лгут. Я твердо это знаю. Будь то темный маг или продажный поп, они все лгут. А мы верим. Разве нет? Сидни не станет лгать мне. Великий гримуар, что вы будете с ним делать? Ладно. Пойдем. Но Сидни что-то скрывает от тебя, Хардин. Надо сделать кляп. Ну вот такая интересная, друзья, сюжетная сцена. Мы возвращаемся сюда. Кэшли. Сила внушать свою правду другим. Настоящее прошлое Сидни было ложью. Будем разбираться и с этим. Так, исследуем хорошо эту комнату. Меня не может не радовать то обстоятельство, что у нас теперь появилась возможность в Железную Деву 1 пойти. Обязательно пойдем. Давайте Королева выпьем. Так, сохраняемся и поехали. Кэшли, нам нужно четвертое. Хочешь уговорить меня на плюс 3? Нет. Уговорил. Так. Ух ты, как интересно. Вообще, да, обратим внимание на карту, куда нас унесло. Так, это можно толкать. Возможно, я немножко поспешил. Его, может быть, нужно... Сейчас, друзья, узнаем. Давайте его пока не трогать, а просто... Сложная платформа. Можно его в пропасть столкнуть? Можно. Но его, может быть, надо на платформу. Посмотрим, реально лето. Ого! Да, видимо, реально. Опять же, был бы арбалет. Можно было бы пострелять. А так, непонятно. Ну, еще раз проверю. Нет, он будет падать. Без арбалета нам туда не попасть. Оставим тогда пока это место. Тут какие-то враги тоже появятся, наверное. Тогда уже будем второй раз сюда идти. Как весело. Увидел Эшли и сразу... Отсюда слинял. Вы начинаете меня досаждать. Я столько с вами возился, и вы опять... Появились. Мимо это... Очень приятно, конечно, когда... Проходит крит. Ты как бы парируешь его, но мимо. Хорошо раздал. Давай, давай, лети сюда. Тебе выдам порцию дамага. Может сохраниться здесь. И тоже вот стояла штучка сейфпоинта, как бы намекая, что впереди опасность. Ладно. Тем интереснее все сложилось. Что нам надо сейчас сделать? Нам надо, друзья, доисследовать те части шахты, которые нам доступны, и возвращаться в Железную Деву. Но сейчас я... Да, шахтой займусь. Дверь заперта с другой стороны. Если бы я знал, я бы через тот вход ее отпер. Так, а это что? Тоже закрыли? Супер. И... Как мне, собственно, быть? Я, конечно, рад, но, похоже, остается только один путь. Вот этот. Ну, что мы можем сделать здесь? Без арбалета. Так, очень интересно мне это. Может, надо остановить эту платформу? Тогда как-то с этим ящиком непонятно. Нет. Так тоже не получается. Супер. Хотите сказать, что я сам себя загнал в ловушку, из которой нет выхода? Ну, это очень интересно. Так, что у нас? Тут вообще есть какие-то ловушки? Ну-ка. Нет. 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 Магиями нельзя поразрушать ящики. Не выделяются даже. Видимо, нельзя. Вблизи никого нет. М-да. Не выделяются даже. Нет. Так. А вот туда я не смогу зацепиться? Нет. М-да. Ну что, надо подумать. А сейчас мы с вами заглянем в руководство. Я не забыл о нем, просто сделал небольшую паузу. Сегодня у нас основы использования магии. В разделе описывается изучение магии. Данный раздел содержит главы. Получение магии, поиск свитков, эффекты свитков и виды свитков. Подробные пояснения находятся в руководствах игры. Первое. Получение магии. Чтобы изучить заклинания, вам нужно найти свиток, являющийся страницей гримуара. Прочитав свиток, Эшли изучает новое заклинание. Поиск свитков. Свитки разбросаны по всем уголкам города Леомонд. Иногда, чтобы найти свиток, Эшли придется убить врага или открыть сундук сокровищ. Эффекты свитков. Любой свиток используется один раз для вызова заклинания. После вызова заклинания свиток пропадает. Но потом Эшли сможет вызвать выученное заклинание без свитка, тратя на него ОМ, очки магии. Чтение свитков также расходует ОМ. Виды свитков. В Леомонд можно найти множество свитков, таких как Свиток лечения. Восстанавливает ОЖЕ. Прочитав этот свиток, Эшли узнает заклинание лечения. Свиток духа. Вызывает дух света для атаки противника. Прочитав этот свиток, Эшли изучает заклинание вызов духа. Свиток слабости. Временно снижает силу врага. Прочитав этот свиток, Эшли изучает заклинание бессилия. Это не полный список свитков, которые Эшли может найти, исследуя Леомонд. Конец раздела. С концом раздела приходит конец сегодняшней части. Надеюсь, мне удастся отсюда выбраться и не придется переигрывать все заново. Но скоро встретимся, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok